Здравствуйте, друзья! Вертикальные новости своего ТВ в эфире. Меня зовут Антон Киевский и в начале песня. Я в мир удивительный, этот пришел от ваги и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас ложиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Ребята, сегодня день комсомола, между прочим. Ну, вряд ли, конечно, молодежь это коснулась, а вот старшее поколение-то наверняка знает, что это такое, поэтому вас с праздником. Ну, а мы давайте все-таки перейдем к новостям. Это было неизбежно. Вслед за 48 маршрутками в Ставрополе подорожают и все остальные. Пазики с 5 ноября и будут стоить 23 рубля за один проезд. Остальные ретрансляторы радиодача... Чего? Что за дичь? Остальные ретрансляторы радиодача и прочих чудесных и замечательных радиостанций, речь, естественно, о «Газелях» и прочих «Фордах» и «Максусах», конечно же, по 25 рублей за одну поездку. О подорожании сообщается на сайте городской администрации. Перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, уведомили о подорожании своих услуг власти Краевого центра. Да, это законно. И только троллейбус не дорожает. И это прекрасно. В Петербурге. В Петербурге. В Петербурге. В Петербурге. Пообещай, что ты в меня не влюбишься. А вот в Петербурге восстанавливают раритетный автобус из Ставрополя. Питерским мастерам его подарил житель Краевого центра Юрий Мальцев. Много лет он проработал на этом ЗИСе 155. А есть, между прочим, и такой. И уже выйдя, собственно, на пенсию, Юрий выкупил старого друга и тем самым спас его от утилизации. Потом много лет сохранял автобус в рабочем состоянии. Чтобы его дело продолжилось, подарил автобус в Питер. И сейчас 63-летний ветеран, речь, естественно, об автобусе, получает новую жизнь. Ему даже мотор новый нашли. Но 70% деталей все же родные. Спасибо нашему земляку. Обновленный автобус в будущем году выйдет на парад. Там-то и посмотрим, что получилось. ЗАЛИПАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО Из Ставропольского парка Победы. Просто синички просто не боятся человека. Ну, хорошо же. Хорошо. Ну, ты синичкам хорошо. Всем хорошо. А синичкам особенно. Потому что они такие... Я не знаю, что вы там курите, но что здесь происходит? Все, определились. Вот все. Баба-Ягу поселят на Крепостной горе. Как к новой соседке отнесутся Александр Васильевич Суворов и Красноармеец, я думаю, скоро узнаем. Причем, не исключено, что из первых уст. Из паблика типичный подкумок. Фотографии мирной обычной вышки сотовой связи, которую поставили как раз для того, чтобы людям было комфортнее в интернетах с телефончиков-то вот залипать. Но нет. Глубинный русский народ насмотрелся РЕН-ТВ и сразу начал спрашивать, а что это? А куда бежать? А не нужно ли покупать на голову шапочки из фольги? Пожалуйста, давайте уже пытать их. Ну давайте! Никуда не надо бежать. Это не 5G. И вообще эта технология в России вообще пока еще не работает. И еще не скоро заработает. Поэтому, друзья, не бойтесь, наслаждайтесь благами цивилизации. Погоды стоят дивные. И атмосфера все еще очищается. И вот очистилась она настолько, что в Пятигорске на Машуке на поляне песен свободно гуляет лисичка. И не боится практически людей. А вот людям от нее все-таки стоит держаться подальше, потому что бешенство у диких животных еще пока никто не отменял. И да, самое главное, не обижайте, пожалуйста, лисичку. Снимайте, кормите, но не обижайте. Потому что лисички, они же эти, фыр-фыр делают. Отбросьте в сторону суету, заботы, проблемы. Просто отвлекитесь на минуту от всего мирского. И посмотрите, как моется... Кто бы вы думали? Нет, не Алексей Панин, а бобер. Просто обычный классный бобер. Это ежедневная милота. Все, ребята, на сегодня все, больше нету. Больше никаких больше вечеринок и новостей. Ну, собственно, пришла пора прощаться. До свидания.